Вергиево-посадские журналисты организовали социальный фотопроект «Маски-2.0». Главная цель акции – показать, как важно носить средства индивидуальной защиты во время пандемии. «Маски-2.0» – название акции несет в себе несколько смыслов. Первый напоминает о главном средстве защиты. Второй говорит, что именно благодаря маскам счет между коронавирусом и людьми будет 2.0 в пользу человечества. «Маски-2.0» также напоминает, что пандемия произошла в 2020 году. Организаторов акции поддержали Сергеево-посадское отделение Союза журналистов России и местные средства массовой информации. Одно дело, если мы это сделаем и отправимся в социальные сети и вызовем такую народную волну. Другое дело, что мы покажем это по всем местным СМИ. Охват увеличится. И пожилые люди нас смогут смотреть, и молодежь. Все свои общества охватить. К проекту «Маски-2.0» уже присоединились художники, библиотекари, музыканты, спортсмены, полицейские, мотоциклисты, врачи, депутаты. На сегодняшний день отвлекнулось уже более 20 человек, но это еще не предел, потому что люди звонят, все захотели принять участие в нашей акции. Сегодня нас поддержал Александр Легков. После него, честно говоря, обрушился уже шквал звонков. Мы не успевали брать трубки. Не знаю, как это все расписать, но мы успеем. Мы начали примерно две недели назад. Все было очень ненавязчиво, и мы не ожидали, что будет такой спрос. Жители города, сомкните строй, кто ходит в масках – наш герой. На каждом портрете размещены стихотворные строки, которые написали поэты творческих объединений «Квадрат» и «Свиток». Некоторые участники фотопроекта сами придумали стихотворные строфы. Здесь будут буквы на этой стороне. Это свет, это тень. Мы бороться с их светом. Получается? Прекрасно получается. Акция «Маски-2.0» продлится до конца ноября. В дальнейшем организаторы проекта планируют провести фотовыставку в библиотеке Горловского. Полина Иноземцева, Кирилл Емельянов. Программа «События».